Всем привет! Наконец-то я прошел последний монстровый кликер, который я недавно обозревал. Вот он. И в этом видео я буду пробовать выводить деньги из него. Ушло у меня на прохождение его около двух недель, как я и предполагал. Плюс мне пришлось делать вынужденную паузу в дней 5 примерно, когда они восстанавливали рекламу в нем. Когда она отключилась у всех. И вот под конец прошлой недели я прошел его, прокачал всех монстров на максимум и накопил 150 миллионов монет. Но на кнопку генерации промокода я еще не нажимал. Хочу это сделать при вас, у вас на глазах и кое-что проверить. В общем, все будем делать сейчас по порядку. Сейчас вы все увидите. А пока подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и мы начинаем. Для тех, кто зашел на мой канал впервые, сейчас я в двух словах объясню, что это за игра. А ссылку на свой первый и более подробный обзор я оставлю в закрепленном комментарии. И так называется данная игра «История монстров», если переводить с английского. И ссылку на нее я также оставлю в закрепленном комментарии. Вот у нее такая вот иконка фиолетовая и на ней такой оранжевый монстр. И давайте ее сразу же запускать. Нажимаю «Играть». Вот здесь нам предлагают купить улучшение. Вот и вот так вот она выглядит. В своем первом обзоре я в нее только начинал играть и показывал, как здесь все выглядит в начале игры. И объяснял, в чем суть и что нужно делать для заработка. А сейчас, как видите, у меня уже все монстры открыты и прокачаны на максимум. И набраны требуемые 150 миллионов монет. Но если в двух словах, то суть заработка в том, что вы начинаете с первого монстра. А для открытия следующего, вот этого второго, который я уже давно прошел, вам нужно посмотреть 100 реклам. Это для данного второго монстра. И с каждым вот этим вот уровнем количество требуемых реклам для просмотра увеличивается. А засчитываются эти просмотры реклам от использования данных вот прокачек. Так как прокачки эти осуществляются за счет просмотров реклам. И смотреть эти рекламы нужно полностью по 20-30 секунд. Для открытия вот этих первых монстров, насколько я помню, шаг в количестве просмотров реклам был такой. Здесь 100, 125, 150 и так далее. А для открытия самого последнего монстра 12 уровня нужно было посмотреть 320 реклам. Да, реклам здесь просто тона и этим многим и не нравятся данные монстровые кликеры. Потому что здесь нет никакого интереса, нужно тупо сидеть и смотреть рекламу одну за другой, одну за другой. Плюс в последнем обновлении они еще сделали паузу между просмотрами реклам. И теперь вы посмотрели одну и следующую сразу же нельзя смотреть. Нужно подождать секунд 10-15, когда снова активируются и станут активны данные кнопки прокачек. Плюс еще вы могли заметить, что здесь идет один монстр с прокачками, а второй без и так далее. То есть они вот так вот чередуются. И вот этот второй тип монстров, который у меня сейчас не отображается, их нужно было уничтожать. И для этого тоже нужно смотреть достаточно много реклам. В первом узоре, о котором я упоминал в начале видео, я это все рассказывал. Плюс в процессе игры у вас еще будет довольно часто выскакивать вот такое вот окно на полэкрана, которое тоже требует дополнительно посмотреть рекламу. Но вот такие вот рекламы, они уже будут короткими, их можно сразу же закрывать. То есть там 5-7 секунд и все, можно закрыть. Вот я вам демонстрирую. Видите, идет отсчет. Все, я ее закрываю и могу продолжить играть. Так вот, что получается? Вы открыли всех монстров, уничтожили последнего. И у вас, как и у меня тоже было, к этому времени еще не набрано 150 миллионов монет. У меня, например, было около 35 миллионов. И чтобы быстрее их собрать, я полностью начал все прокачивать, прокачивать всех монстров, которые у меня открыты. И вот эту каждую прокачку я делал на максимум. То есть не что-то одно везде попрокачивал, а полностью все. И если кому интересно, то вот такие вот значения имеют прокачанные на максимум монстры. У первого монстра должно быть вот так вот. Здесь 0.25 секунд, потом 21.31. Потом здесь тоже 0.25 и здесь тоже 0.25. И кстати, вот данная прокачка, она у всех одинаковая, максимальная. То есть ниже, чем 0.25 секунд, вы опустить не сможете скорость пассивного заработка. Потом у следующего монстра 85-105. Потом тут 130-160, 195-235. Потом 370-420. И вот у последнего 595 и 655. Такие вот прокачки. И максимум этих значений вы уже не прокачаете. То есть смотреть рекламы можно, но вот эти значения прокачек, они уже не увеличиваются. И вот когда я прокачал уже всех монстров на максимум, у меня все так же еще не хватало до 150 миллионов. У меня было тогда около 50 миллионов монет. То есть все равно еще до 150, еще целая сотня. И тогда я уже просто брал и кликал по вот этим верхним монстрам. Так как за них дают больше всего монет. Ну и вот как видите, так чуть быстрее набирается баланс. Ну и пока вы кликаете, то у вас еще выскакивает это окно. И я постоянно смотрел эти рекламы, кликал и таким образом еще добрал вот эти 100 миллионов, которые мне не хватало. И ушло у меня на это где-то несколько дней. И эти дни я там уделял данной игре по пару часов. И теперь я хочу посмотреть, даст мне сейчас игра сгенерировать промокод без всяких проблем. Или напишет, что нужно досмотреть еще какое-то количество реклам. Потому что на вкладке сообщества у себя на YouTube канале я писал о такой проблеме, с которыми некоторые сталкивались. Участие игроков было такое, что при попытке сгенерировать промокод им приходилось досматривать по 300-400 реклам. Так как игра им писала об этом, что вы не досмотрели какое-то количество реклам. Ну и у некоторых даже там были большие значения по 500-700 реклам. Но люди потом досматривали эти количество реклам, используя вот эти все прокачки и потом уже выводили деньги. А случалось у них такое, я более чем уверен, из-за того, что они не прокачивали монстров на максимум, как это делал я. А просто отложили телефон и ждали, когда накопится 150 миллионов, само собой. И вторая причина это то, что они практически не пользовались или очень мало использовали кнопки уничтожения монстров второго типа. То есть они тоже наверное откладывали телефон в сторону и наблюдали за тем, как уменьшается жизнь у монстра. И никак это не ускоряли с помощью просмотров реклам. Поэтому им и выдает такое сообщение, что они не досмотрели пару сотен реклам. Ну а что они хотели, ничего не делать и получать деньги за это. В общем, как я уже сказал, я прокачал всех монстров на максимум и постоянно использовал ускорение для уничтожения второго типа монстров. То есть я не ленился и не сочковал, как многие любят делать. Ну и как я и сказал в самом начале видео, промокод я еще не генерировал. Видите, у меня здесь ничего нету. И данная кнопка со 150 миллионами еще активна. Я это сделал как раз для того, чтобы проверить, напишет ли мне игра, что нужно досмотреть еще какое-то количество реклам или такого не будет. И если мне сейчас оно тоже напишет о каком-то большом количестве реклам, то это будет смешно и будет выглядеть как какая-то подстава. Ну давайте проверим. Я нажимаю на 150 миллионов. А, и мне повезло, мне всего лишь 4 рекламы нужно досмотреть. Ну хорошо, давайте я сейчас это сделаю. Вот, нажимаю на любую прокачку. Сейчас жду, когда закончится реклама и посмотрим. Там уже должно быть не 4, а 3 рекламы. Так, закрываем, смотрим. Да, пишет 3. Хорошо, сейчас я еще 3 рекламы досмотрю. Да, и вот как видите, сразу следующую нельзя смотреть. Нужно подождать. Вот, сейчас я еще досмотрю эти 3 рекламы и затем уже оформим, ну сгенерируем промокод и оформим заявку на вывод. Итак, вот, закрываю последнюю рекламу. Я 3 штуки посмотрел и сейчас у меня уже должен сгенерироваться промокод. Нажимаю на кнопку 150 и да. Вот у меня все обнулилось. Сгенерировался промокод, у меня открылось данное окно. Ну вот, монеты тоже полностью обнулились. То есть, как видите, оно не 150 монет забрало, а полностью до нуля списало. Вот. Мне нужно сгенерировать, скопировать данный промокод. Вот я делаю. Сейчас. Вот. Сделал скриншот. После этого нажимаю на сам промокод. Вот, после этого он копируется в буфер обмена. И теперь заходим в их инстаграм. Здесь вот есть ссылка у них в шапке профиля, где мы можем оставить заявку на вывод денег. Выбираю русский язык. Ну, русский вариант. И здесь вот мы можем оформить в гугл формах заявку на вывод денег. Ну и здесь, кстати, вот и ссылки на таблицы с выполненными, там отклоненными или продублированными каким-то непонятными заявками. Ну, а я показываю, как оформить заявку себе. Так, здесь я сейчас введу свою электронную почту, потом вставим промокод. Так, почту ввел. Теперь вставляем промокод. Он у меня в буфере обмена есть. Нажимаю вставить. Так, покупку я не совершал. Я ничего не покупал. Но если вы делали какие-то покупки, то вам нужно еще покрепить... Вам нужно... В общем, нужно прикрепить еще скриншоты ваших покупок. То, что вам приходило на почту. То есть, вот эти квитанции. Я этого не делал. А, нет, извините, это здесь. Я не туда пальцем показывал. Вот, скриншоты о покупках. А здесь нужно скриншот промокода. Так, выбрать файлы на устройстве. Так, здесь открываем. Так, здесь как-то по-другому изменилось. Меню раньше не так было. Нет, наверное, не сюда. Надо зайти. Так, сейчас... Скриншоты. Длин, очень неудобно сделано. Google диск обновился, видимо. Так. Вот сегодняшний скриншот. Ну, почему я не могу выбрать? Ладно, тогда давайте я сейчас... Ну, за кадром, правда, это сделаю. Открою свой Google диск. И там, ну, загружу этот скриншот. И затем уже его выберу из Google диска. Наверное, так получится. Итак, я загрузил скриншот на Google диск. Давайте теперь выберем там его. Попробуем это сделать. Так, сейчас... Наверное, где-то в самом низу он находится. Да, вот, если это 15.03, то есть 15.02, да, я... Блин, а что ж такое? Итак, я вернулся в Google вот эту форму с заявкой. Здесь вот выбираю еще. Попробую так вот. Выбираю мой диск. И здесь, да, также оно неудобно. Но вот здесь показываются... Вот последний скриншот, они сразу вверху. Вот, я выбираю данные, нажимаю выбрать. Да, вот. 12.14. Ну, да, то есть сегодня все правильно. Это должен быть он. Так, ну и теперь продолжаем. Да, конечно, со скриншотом что-то странное. Поэтому теперь я уже понимаю тех людей, которые мне писали, что они не могут по каким-то причинам там прикрепить скриншот. Это, видимо, после обновления Google Диска на самом Андроиде оно как-то стало криво работать. Вот, выберу... Давайте оплату на Kiwi. Здесь сейчас... Вот, введу номер своего Kiwi кошелька и затем уже отправим заявку. Итак, все, номер Kiwi я ввел. Теперь нажимаю, соглашаюсь. Ну и все, как бы, в принципе, все пункты мы заполнили. Нажимаю отправить. Все, заявка на вывод, она отправлена. И мой ответ на все вот эти пункты записан у них в базе данных. Ну и теперь нам остается ждать. Вот, можно посмотреть в те, как я и говорил, таблицу с заявками предыдущими. Вот здесь, если пролистать вниз... Так, сейчас я поспешил, надо подождать. Вот здесь, как видите, последние заявки, они были еще неделю назад. Оформлены и обработаны. Вот сейчас 14-е, а здесь еще 7-го декабря. И еще и последнюю неделю мне разработчик данных игр также ничего не отвечал, и он куда-то как будто бы пропал. Но вот вчера, в понедельник, 13-го числа, он мне все-таки ответил и сказал, как я понял, что он был в отпуске. Поэтому, как бы, и обработка заявок приостановилась. И он на этой неделе обещает все это разобрать, то, что накопилось, и здесь появятся новые заявки и будут выплаты. И я надеюсь, что и мне также не придется долго ждать своей выплаты. Ну а сейчас, вот у меня на часах 14 декабря и 15 часов дня. Я буду ждать выплату и затем вернусь к вам с результатами. Итак, пришли мне деньги, но пришлось где-то дня 3 все-таки подождать. Но, когда мне пришла выплата, я был очень неприятно удивлен. Сейчас покажу переписку с разработчиком. Вот, я с ним общался последние пару дней и постоянно спрашивал, когда они уже обработают заявки по второму их кликеру. Потому что я хочу уже выпустить свой обзор на него. И вот сегодня, 17 декабря, днем он мне пишет, что вот, по данному кликеру они уже обработали все заявки и я ему пишу. Я проверил свой киви и мне там пришло всего лишь 146 рублей. Вот, я у него спрашиваю, почему? Я же посмотрел кучу рекламы, постоянно с интернетом играл. И когда, ну, уничтожал монстров, тоже использовал рекламы, все прокачал на максимум и при генерации промокода мне оно написало только 4 рекламы досмотреть. То есть, я играл по правилам и вместо 400 рублей мне пришло 146. То есть, почему так? Вот, он пишет, модератор указал, что использовался автокликер. Вот, он мне скинул скриншоты из какой-то своей базы данных. И вот сейчас я увеличу. Вот, моя заявка была оставлена 14, вот мой email. Вот, я посмотрел 2426 реклам, то есть, даже чуть больше, чем нужно было. И вот они мне пишут, что какой-то запрет кликер. Они увидели в этом кликер. Ну, и вот 150 рублей они мне заплатили. Что я считаю вообще неправильно и ненормально. Вот. Ну, и он пишет, что спросит у модератора там или у программиста, переспрашивает, не использовал ли я кликер. Я пишу, что, конечно же, нет. Я как бы, ну, я ему пишу, в чем тогда прикол. Если я посмотрел, вот он пишет, по рекламам все хорошо. То есть, я просмотрел все рекламы, которые требовалось. Вот, я много кликал пальцами, чтобы добрать 150 миллионов. Там, ну, сейчас дальше еще прочитаю. Вот, автокликер я ни разу не использовал. В общем, он понял. Я ему пишу, странно у вас политика в этих кликерах. Я думал, вы программно отслеживаете, был клик программный или от пальца. Вот. Ну, он там пишет, что, скорее всего, плохо настроена их система определения, автокликер или не автокликер. Я пишу, но все равно, если человек посмотрел необходимое вам количество реклам, то я считаю, нужно платить соответственно. Причем тут автокликер или не автокликер. Ну, он дальше пишет, тогда придется переписать систему. И там, в общем, сказал еще, пересмотрит мою заявку и выплатят полную сумму. Он пишет, что показатели кликов слишком большие, в час 8 тысяч кликов. Поэтому так. Ну, это по их меркам так. Я ему говорю, что я дал жене телефон, и она кликала, то есть набирала последнее, там где-то около 70 миллионов мне нужно было. И она использовала где-то, ну, 3-4, можно быть, даже 5 пальцев. То есть она пролистала так, чтобы здесь был монстр, потом здесь и еще внизу экрана. То есть 3 монстра. Она по этому двумя пальцами кликала и второй рукой еще вот здесь. То есть получая, ну, да, 4 пальца. И причем она так очень часто это делала, кликала. Ну, и видимо, это им показалось подозрительным, и они написали, что это кликер. Но почему настолько сильно урезать выблату, я не понимаю. Вот, я ему пишу, что лучше бы, если бы вы отслеживали, это программные клики или нет. Он пишет, что это нереально. Ну, не знаю, мне что-то кажется, что вряд ли. Есть какие-то способы, наверное. Вот, он говорит, можно внедрить антифродс систему, но тогда, как бы, большинство обычных пользователей, даже те, кто без кликера играет, будут баниться. Вот, их система показала, что из 100 заявок 20 были кликера. Ну, и в том числе, моя туда тоже попала. Вот, ну, и я написал, что окей, тогда я предупрежу людей, чтобы они не кликали много, не так, как я это делал. А там максимум 1-2 пальца использовали. Ну, он пишет, хорошо, мы в свою очередь пересмотрим систему. Мы посчитали такую активность накрутка, и на протяжении 17 часов было 132 клика в минуту. Вот, здесь он скинул еще статистику клика. Ну, да, по последним трем монстрам чаще всего и мы делали клики. Вот, ну, и так как здесь слишком их много по их каким-то меркам, то они решили урезать выплату. Вот. Ну, он здесь еще говорит, что комиссия теперь за счет пользователя. Там, поэтому, если он меньше 400 рублей, там 390 приходит, то это комиссия у них такая. Вот. Ну, да, я здесь еще уточнил, что некоторых монстров она несколько, ну, несколькими пальцами кликала, поэтому вышло настолько много кликов. Либо я им еще предложил пересмотреть свою систему накопления монет, потому что, когда я закончил игру, все прокачал, то мне еще пришлось копить 100 миллионов монет. Поэтому я и начал кликать, как только можно быстрее, чтобы собрать эту минималку. Ну, и вот он объясняет, что, когда такое большое количество кликов, то они, как бы, думают, что человек устал играть, и включает автокликер, который они, как бы, не разрешают, но программно они не видят. Или реально автокликер используется, или этот человек так много пальцев задействует. Ну, в общем, так все получилось. Я и написал, что да, они потом мне доплатили на Киви ту сумму, которой не хватало для 400 рублей. Сейчас я покажу вам. Вот, ну, и я написал, ну, это я, блогер. У обычного пользователя нету связи с разработчиками, и только через меня там некоторые в ВК мне пишут, обращаются, и тогда я еще там помогаю им достучаться, и узнать, почему им там меньше выплатили, или вообще, почему их заявку пропустили. И теперь я еще понимаю тех, кто возмущается, когда им пишут, что они использовали кликер и не доплачивают. А они при этом не понимают, почему так, потому что автокликер они не использовали. А тут, видите, со мной то же самое приключилось. Теперь я понимаю, что имеется в виду. В каких случаях это делается? Это если человек слишком много кликает, ну, использует там около пяти пальцев, например. Ну, и, соответственно, слишком активно это делает. И у них там есть какие-то свои мерки, по которым они смотрят. Если это показатели слишком завышенные, то все, они определяют это как автокликер. Хотя, несмотря на то, что, ну, количество реклам просмотрено там почти две с половиной тысячи, то они на это почему-то не смотрят. Ну, и этим они как бы меня сильно огорчили. Поэтому кликером от данного разработчика у меня изменилось мнение. Обычные их игры, те со старой механикой заработка, куда лучше. И там нету таких урезаний и отказов в выплатах. А здесь они, блин, не могут разобраться с этими кликами. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Они на это смотрят и все. А то, что человек пересмотрел почти две с половиной тысячи реклам, на это они не обращают внимания. В общем, повторюсь, они меня этим сильно огорчили. И что касается тех таблиц с заявками, которые я вам показывал, после оформления своей заявки на его, то разработчик сказал мне, что они обновят их чуть позже, так как заявок было слишком много. Они постепенно потом наполняют эти таблицы. То есть выплаты они делают, но таблицы при этом могут не обновляться. В общем, вот такие вот дела с этими кликерами. Играть в них или нет, решайте сами. Ну, как по мне, тот первый их кликер был чуть получше. Ну, а я вам показал все как есть и ничего не скрыл. И как видите, куча потраченного вами времени может в итоге оцениться в 150 рублей. Вместе 400. Это если вы просто на их взгляд накликаете там немного лишнего. И они увидят в этом подозрение на использование автокликера. В общем, спасибо вам, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы думаете о данной ситуации. А также подписывайтесь на канал для новых подобных видео о заработке на телефоне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok